Что показывают? Там жизнь идём! Пойдём посмотрим, что на фестивале происходит. Сейчас мы примем участие в параде участников фестиваля Recon. Слава! Вы здесь! Исторический труп «Ударник». Мы на фестивале Recon. Соответственно, мы здесь со своим магазином «Секира». Мы торгуем. Сейчас наш клуб «Дружина Эльдера» принял участие в параде участников. Пока что нас немного, но ребята ещё подойдут. В турнирах мы в этом году не участвуем. Несколько человек пойдут в Угурт. Может быть, поснимаем. Фестиваль, видно, очень большой. Людей приехало очень много. И вот, немножечко покажу наш магазин. Здесь у нас украшения. Патили. И снова украшения. Стрелы. Топоры. Соответственно, это скандинавские топоры. Древнерусские топоры. Рабочие. Острые. Здесь у нас мечи. По разным ценам. От трёх тысяч до тридцати с чем-то. И здесь у нас Михаил. Разрешите? Михаил что-то рассказывает про товары. Да. Как процесс? Торновля идёт? Ну, хочется больше. Хочется больше. Всегда хочется больше. Вчера. Такое же у нас ниша. Здесь у нас всякое железо. Умбоны, гвозди, топоры, алебарда. В общем, копия с улицы. Мечи. Много мечи. В общем, вот так вот идёт процесс. Ключок я беру? Да, ты. В общем, мы на фестивале рекон, как я уже сказал. Сейчас мы с Александром пройдём по фестивалю. Покажем вам, что здесь вообще происходит. И чуть-чуть, ну, расскажем о концепции фестиваля. И про истерические реконструкции. Так. Там у нас главный вход. Сейчас мы вот находимся на ярмарке. Вот наш магазин я уже показал. Здесь он стоит. Давайте пойдёмте. Собственно, в чём концепция фестиваля? Это фестиваль исторической реконструкции. Но фестиваль исторической реконструкции обычно проходит летом на природе. Почему фестиваль называется рекон? Потому что это реконструкторская конференция или конвенция. По аналогии с конвентами типа там Комик-Кон, Эпик-Кон и так далее, да? Зиланд-Кон, вот Рек-Кон. Так вот, концепция конвента любого заключается в том, что на мероприятии присутствует большое количество площадок, демонстрирующих тематику, которой конвент посвящён. В данном случае на реконе. Во-первых, да, он проходит в помещения, а не на природе. Здесь много площадок по разным эпохам, на которых люди показывают свою тему исторической реконструкции, чем они занимаются. Вот, давайте пойдёмте посмотрим. Так, вот это у нас главная улица. Вот, издалека мы видим сразу площадку Второй мировой войне по Великой Отечественной. Здесь у нас представлена площадка, посвящённая североамериканским индейцам. Ну, ребят, есть настоящее каноэ, костюмы, соответственно, демонстрируются инструменты, различные томографы. Давай снимем подрывки. Можете рассказать пару слов, что это такое? Индейская дубина, не самая распространённая. В основном была известна около Великых Озёр. То есть это с оружия индейцев? С оружия индейцев ближнего боя, да. Но здесь... Именно военные? Ну, боевые, да. Здесь неполный немножко комплект. Здесь голландский 13-сантиметровый штык-нож. Прикольно. А скажите, а вот реконструкторы обычно устраивают сражения? Реконструкторы индейцы устраивают сражения между собой? Есть какая-то практика создавания? Вообще нет. Я в таких не участвовал, по крайней мере. А про вот такую вот дубиночку что-нибудь скажите? Тоже оружие ближнего боя, сделанное из корня, то есть цельное. Шлифуется, вырезается. Это примерно какой век? В 17-е. В 17-е. В 17-е. Конечно, давайте. Во-первых, какой у вас регион реконструкции, какая эпоха? Мы в 15-е, 16-е век. У нас самая серьезная заварушка, в общем-то, всей истории Японии. Это Сангопу дзюдай. Мы реконструируем эпоху воинствующих, воевающих провинций внутри Японии. Где, в общем-то, концом которой стало объединение Японии под Нагугава Ясу, под его Сигунадом, который продержал почти три сотни лет. Затем в Японии мир. У нас нет такой мешанины стилей реконструкторских, как в Эдо, где доставали все, что было возможно. У нас она более строгая, более внимательная к деталям на нашу эпоху. Вот. Интересно. Такой вот вопрос. Это какие-то противокавалерийские приспособления? Противопехотные. Противопехотные. А почему? Потому что, посмотрите на мою обувь. Ага. Это плетеные сандалии в Аратсе. И макебиси, в данном случае, железный каштан, расклепанная в разные стороны пластиночка, которая падает всегда, как мы знаем, да, как чеснок европейский или славянский. Вот это похоже на европейский металлический чеснок. Да, да, да. Это его альтернатива просто в изготовлении более простая, да. Чем мы выковываем проволоку, мы расклепываем любую пластинку до овала, надрезаем ее и разводим. Соответственно, бросаем как сюрикен в лицо противнику, он заслоняется, мы его рубим. Вокруг него рассыпаны острые шипы. Его союзники подбегают, смотрят, что с ним не так, получают колотые раны. Интересно. А скажите, с какого материала сделан ваш доспех? Сталь. Сталь, покрытая лаком. Это сталь, покрытая лаком, потому что невероятная влажность Японии, мгновенная коррозия всего. Мгновенная плесень любых предметов. Лакировали практически все, спасая таким образом. Реконструкторы Японии занимаются боями, фехтованием, какие-то турниры? Смотрите, конкретно наш клуб японской реконструкции, мы реконструируем поединки так, как это делали самураи по-настоящему. Самурайская школа, корю, старые школы, подразумевают формы ката, то есть обусловленный поединок на заданной дистанции, заданными движениями, заданным исходом. Многократное повторение многих комплексов дает автоматизм в реальном бою. Но реальных проверок, как выглядит, например, фехтование японское кэндо на касание, это спорт. Этим мы не занимаемся. Мы этим занимаемся вне реконструкции, то есть я, например, преподаватель кикушинка и карате, чистый спорт и так далее. Но в рамках реконструкции мы не выходим в железе, пицца. Но есть разные федерации, которые используют самурайский доспех для поединка, по рыцарским правилам каким-то, эсфект или еще что-то. Но в рамках нашей средневековой Японии нет такого понимания. То есть вот таких вот кугуртов, как реконструкция в Средневековье у вас нет? Хорошо, интересно. Площадка клуба Нюрнберг, реконструктора 14 века. Так, здесь проходят бои латников. Это ребята в доспехах в полных латных на 15 век устраивают зарубы на разных видах оружия. Сейчас подснимем какой-нибудь бой, чтобы показать, как это происходит. Правила приближены к турнирным правилам позднего Средневековья. Олег Смайкевич дал обед. Не шагу назад. Достаточно сложно реализуемая практика. Бой! Начинается бой. Цепь – коварное оружие. Им нужно защищаться и вести очень техническую игру. Но при этом Олегу приходится несладко, для того, что он обязан. Стоп! Стоп поединок. Так, довольно интересно, конечно, бои на цепах. Получается, что ты практически бесплатно получаешь себе гарантированные удары, в том числе в голову, в затылок. И практически невозможно заблокировать, как бы ты ни попытался. У нас в раннем Средневековье ничего такого нет. Но идемте дальше. Здесь представлена выставка древнерусских боевых комплектов на Русь, 13 и 14 век. Хорошее время, в котором потерянны к бывшему бывшему безумевыми корпусами. Неважный пункт. А здесь 15-17 век. А здесь 15-17 век. Довольно интересная площадка Я считаю, одна из самых ярких на фестивале Это площадка клуба исторической реконструкции Дружины Эльдиар Посмотрите, вот стенд рассказывает про клуб Этого человека я знаю Это Александр Плагин Это Иван Кулагин Итак, да, вот это площадка нашего клуба Данил, у нас на тебя, секундочку Да, конечно Расскажи пару слов о площадке Чем здесь может заняться Гость, посетивший фестиваль рекон Кроме того, что записаться в Дружину Эльдиар На площадке клуба Эльдиар Присутствуют фотозоны, где можно на себя Одеть кольчугу, шлем, взять щит Взять в руки топор, меч Сфотографироваться с этим, красиво улыбаясь Можно взглянуть на экспозицию клубной посуды Здесь у нас проходил мастер-класс Сегодня было изготовление мешочков малого типа Он остановился, потому что кожа закончилась Да, все мешочки мы изготовили Все мешочки изготовлены Вот Настольные игры у вас еще были, да? Да, у нас настольные игры Да, были В будущем, может быть, через пару часов Мы опять выложим и будем развлекаться Мы подснимем, как будете с играми развлекаться Хорошо, спасибо Были желающие вступить в наши ряды? Интересующиеся реконструкции? Да, люди спрашивали Отлично Значит так, план 10 новичков после фестиваля Постараемся выполнить Ну, давай Ну что, спасибо Вообще, в целом, как вы видите В фестивале рекон приезжают реконструкторы Очень разных эпох Очень разных регионов Из разных городов Вот Соответственно, эти мероприятия уникальны Своей мультиформатностью, мультивековостью То, что в одном месте Можно увидеть реконструкцию Красной армии И самураев Красный бот И разные кинцы проходит Это гранатная Здесь люди постоянно заняты? Да Это гранатная Египтяне интересуются новыми технологиями Да Реконструкторы Египта изучают новые технологии Наиши Да 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 Это гранатная Да Это гранатная Что вообще придумал традицию обнимашек? Такая традиция возникла у реконструкторов раннего средневековья, эпохи Викимёв и Древней Руси. Заканчивать бои и поединки совместными обнимашками. Для того, чтобы между клубами не возникало какой-то обозлённости, недопонимания. Чтобы лишний раз подчеркнуть, что мы занимаемся общим делом. Что мы друзья, братушки. И просто кайфуем от своего увлечения историей и боями. Так, античные клубы выступили. Мы это заснять не успели. Но ничего, ещё заснимем в будущем. Или нет. На какой век, на какой регион у тебя наступают? Это новое царство. Древний Египет, новое царство. Это примерно 18-19 династия. Примерно какой век? С 1400 до нашей эры. Лет. Лет, да. Хорошо. Они всё время стремились к древнему царству. В среднее царство они повторяли древнее царство. В новое царство они тоже повторяли древнее царство. Какой материал? Это лён. Это лён. Самый тонкий лён, который я нашла. Он, да, он полупрозрачный. Поэтому я хожу по региону. Так, Жень, сегодня ты будешь сражаться, правильно? Так точно. У нас будет совместная команда, дружина Ильярна, дружина Нева, участвовать в турнире троек. Как твои ощущения? Мы доберёмся до призовых мест? Только победа и мысль о поражении абсурдна. Это раз. На самом деле мы сюда пришли для того, чтобы с Антоном, руководителем клуба Нева, и ещё с одним молодым человеком, ещё не определившимся с клубом, мы сюда пришли, чтобы пройти всё это вместе. Выйти, потому что молодой человек, он первый раз идёт на железо сражаться. И сразу в турнир. И сразу в турнир. У него есть время подготовки, но ладно. Антон у нас человек, который с опытом, он прошёл у нас, значит, один на один поединке. Мастер Капет третье место завоевал, это очень замечательно. Это сегодня уже? Сегодня он завоевал третье место, у него есть медаль, награды, всё замечательно. К сожалению, мы не набрали пятёрку. Мы не набрали пятёрку. Ну что поделать, в твоейке это тоже хорошо. Смотри, на последнем доковидном реконе мы участвовали в турнире пятёрок в раннем Средневековье, и наша команда заняла третье место, подсчётное. Тем не менее, для нас это был хороший результат. В общем, я желаю тебе и нашей команде удачи. Мы постараемся подснять бои, и я надеюсь, что результат будет не хуже прошлого года. Мы будем биться как звери просто, как звери. Красава, Женя, удачи. Понят, спасибо огромное. Всего не поделать. Мы подошли к площадке ИСБ. ИСБ это что? Это исторический средневековый бой. Как мы знаем, существует идеология ИСБ, да? Эта идеология запрещена на многих фестивалях Рузбург. На фестивале Рузбург. А вот. Вообще, на самом деле, это в целом турнирная площадка. Сейчас здесь идут какие-то раннесредневековые турниры. Наш товарищ занял третье место в турнире в Копейном. Сейчас будут какие-то другие номинации. Мы тоже подойдём, поснимаем, как будет наши сражаться. Ладога, быстрее одеваемся. А, это Булбул, да? Борислав руководит Куба Белый Барс. Белый Барс на нашем фестивале Былиный Берег. С 1-го к 2011-го года. Знакомые, дружим мы уже примерно с 2006-го. 27-го. Ну, как бы, достаточно давно. Вот. У Борислава свой фестиваль «Московская осеча». Сокрытый для зрителей, только для реконструкторов. Абсолютно боевой фестиваль. Там люди месяца на железе 3 дня. Поэтому мы туда не ездим. Шутка, просто у нас перегружено лето. Мы хотим, хотим. Вот уже 4 года никак не доедем. Надеюсь, когда-нибудь в будущем. В 25-м году приедете. Точно. В 25-м приедете. Красно. Ну, надо приехать. Получается, мы пообещали, значит, в 25-м мы должны поехать. Если ядерной войны не случится, то нужно поехать. Ладно. Спасибо. Пойдем дальше. Клим, здравствуй. Привет, дорогой. Рад видеть. Можно тебя немножечко на видео заснять? Давай-ка. Буквально. Пятенько. Клим, я очень хочу, чтобы ты сказал какое-нибудь доброе или злое пожелание тем людям, которые очень хотят заниматься исторической реконструкцией, но по какой-то причине до сих пор ей не занимаются. Ну, во-первых, вы это бросьте. Если вы собрались заниматься, надо брать и заниматься. Ну, и, конечно, запасти много терпения, усидчивости и здоровья. Это вам пригодится. Опасных суставов. Это тоже прекратите. Будем надеяться, что с вами ничего плохого не произойдет. Нет. Красно. Спасибо. Опа. Кстати, можно я в рамках клинам на обморку. Да. Из-за фонарей чисто такой киберпанк. Офигания нельзя. Можно будет премануться к отпуск в Кроя для области. Окей. Можно уже сейчас или сходиться будет, или записи... Я не хочу сказать. Да, какой я был исполнен... Зад blasberg! П� Давай! Топы не считают! Топы не считают! Автома мне бей! Автома мне бьём! Вы уже не лезь! Вы уже не лезь! Вы уже не лезь! Топы, аккуратно! Вы их не лезь! Зайдите! Давай, давай. Давай, давай! Вперёд, вперёд! Вперёд! Поверите, давай! Вперёд! Да! Вперёд! 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 Ха! Победа правой команды, какая из них север, какая юг, я не знаю, будем считать, что победил север, как всегда. Шлем из печи работы Алексея Будилова, вероятно куплен в магазине Секира, потому что мы являемся практически амбассадорами мастера Алексея Будилова, практически только в нашем магазине продаются его замечательные шлемы, кстати, про этот шлем у нас есть ролик на канале. Главная площадка ЕСБ, да? Подходим к основной площадке турнирной фестиваля Рекон, это площадка ЕСБ. Исторический средневековый бой. Полноконтактные бои настали в полных доспехах, латных. Доспехи в основном 14-15 век, да? Вот. Самое жесткое эмесилово, сейчас вот что-нибудь снимем, покажем. Продолжение следует, что здесь мартфон, да? Курган. Давайте, закрасивый бой. Да, есть первое падение. У команды с парой, но где... Разбивается по дороге, лишние запчасти падают. Они, может, и не нужны, бойцам. Так, 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 так. Ярослав едет в пункт бойцов по прицеле. 3-5. Ой-ой-ой-ой, аккуратнее, аплодисменты. Последние секунды. Заверим. Просто уворачивается от удара. Так, пытаются отнять у Ярослава его мощное оружие. Как будто тут активный удар. Как будто тут активный удар. Отличные зрители, давайте аплодировать. Посмотрите, что происходит. Ребят, 3-5. Рачки уже. Есть? Три в три, бойцы! Латако, перевес, пять в три, можно для кого-то поменяться, измениться! Встретили, теперь партизан во поддержку! Силы включить на исходе, хотя нет! Если смотреть на бойцов, как будто бы еще больше, много сил! Болтаре минуты остается! Болтаре минуты! Поехали! Нужно держаться, нужно держаться! Ваши аплодисменты! 3-0! Старые друзья, собирайте! То есть в этих боях прям важна тактика, там надо что-то прям думать и какую-то жахматную комбинацию высчитывать. То есть нельзя просто налетом набежать и начать мочить. Так здесь выиграть нельзя, тебя просто очень быстро уронят. Фехтовальная площадка, так называемая хема. Исторический средневековый бой, опять же, но другой. Здесь ребята больше занимаются реконструкцией именно техники. То есть у них не историчные доспехи, но они именно занимаются восстановлением фехтования по сохранившимся источникам во всех духах. То есть они сражаются примерно так, как фехтовали в 15-16-17 веках, когда были написаны основные дошедшие до нас европейские трактанты о фехтовании. Вот примерно так выглядит у них поединочка. Арт Minute Каждый боёв, крайне сможет спит Каждый боец Боец Продолжаем Сигналы не даете Пустая 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 Кулификация нет И не дает положение Сигналы Да Не дает Еще одна мельтовальная площадка Это так называемый спортивный мельчевой бой Это дисциплина Для самых начинающих Зачастую самых юных мельтовальщиков Ей начинают заниматься С пяти лет примерно Уже выросло Целое поколение бойцов, которые начинали Заниматься примерно лет в десять А сейчас уже занимаются Полноценным мельтованием на стальном оружии Выступают в разных номинациях В том числе в ВСБ, в схеме и так далее Что отличает спортивный мельчевой бой Это мягкое снаряжение Вот смотрите На ребятах надета мягкая защита Шлемы, наголенники, корпусная защита Наручи Также они вооружены Мягкими мельчами Которые называются тямбары И мягкими щитами Вот Сейчас попробуем снять какой-нибудь бой В Azарской ш출でき КОНЕ Ich В Азарской ш출 κά Одно Не Поехали! Все! 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 Хорошо! Все! Тебе! Хорошо! Все! Дай! Все! 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 Продолжение следует... В общем, вот такой вот фестиваль Рекон. Первый день. Первый день, да, это первый день. День еще в разгаре, это примерно середина дня. Мы работаем до 7 часов вечера, да, завтра мы еще день работаем. Что могу сказать, как-то подытожить, да? Высказать свою позицию, не позицию, а мнение как организатор фестивалей, который обладает каким-то опытом. Смотрите, организовано все очень хорошо. Во-первых, фестиваль делает команда Доблестьяков. Обозначим, кто во всем виноват, да, к кому претензии, если что. Так вот, Доблестьяков, ребята очень большие, молодцы. Фестиваль, конечно, здоровский, другого такого просто нет. Вот придумать фестиваль исторической реконструкции, который будет проходить земной, весной, в межсезонье, не на природе, а в помещении. Это, ну, замечательная идея, да, которая позволяет собрать людей в межсезонье, обменяться опытом, собрать реконструкторов разных эпох, разных регионов, которые делают разные вещи. Еще раз отмечу, по организации все очень хорошо. Есть некоторые замечания, есть, что можно сделать лучше. Во-первых, как вы видите, вот мы видим ярмарку. Ярмарка помещена в отдельный блок, в отдельную секцию. Она находится не на проходе, только некоторые торговцы стоят, в частности мы, вдоль основных маршрутов движения людей. И я считаю, что это довольно серьезная ошибка, ее делают очень многие организаторы, многие фестивали, не только исторические. Проблема в чем? В том, что торговцы, которые стоят в углу дальше, они вообще не получают поток покупателей. Люди проходят мимо них, люди идут вот так, смотрят несколько ближайших прилавков, да, дальше не идут. Что можно сделать? Проход, главная улица фестиваля, очень большой. Всю эту ярмарку можно было рассредоточить вдоль главной улицы. Вот. А здесь сделать еще какую-нибудь локацию. Например, сцену с музыкантами. Здесь выступают всего две группы, Dark River и группа Хольда. Хольда у нас на Блинном берегу выступает постоянно. Короче, можно было бы добавить чуть больше музыки, это привлекло бы дополнительных людей. Второе. Раньше на Риконе был Лекторий, сейчас Лектория нет, хотя тема эта очень хорошая. Пылиный берег это подтверждает у нас. Много людей посчитает Лекторий. Сделать Лекторий, но это нужная вещь. Вот. Ну, это как бы основные такие замечания. Скорее, отсутствие Лектория это не какой-то просчет, да, это такая дополнительная фишечка. Отсутствие музыки это тоже как бы не просчет, это вовсе необязательная вещь. Вот. Ну, по ярмарке. Основной от по ярмарка, что можно было бы распределить... То есть, что основная вещь это распределение, да, локации. Это загнать ярмарку в угол. Очень часто многие организаторы мероприятий, когда рисуют карту фестиваля, хотят нарисовать отдельный квадратик прямоугольничек, написать на нем ярмарк. Хотя ярмарка должна быть распределенной по всем маршрутам, вдоль всех основных маршрутов движения гостей. Конечно, если вы ставите задачу, чтобы ваши торговцы побольше всего напорговали. Плюс это хорошо и для зрителей, потому что зрители, когда они в данный момент не видят для себя какого-то интересного действия, которое они хотели бы смотреть, они зависнут от какого-то прилавочка, посмотрят какие-то изделия. То есть, ярмарка это отдельный пункт программы? Да, безусловно, конечно, потому что когда ничего не происходит или не происходит что-то, что заинтересовало бы конкретного зрителя, зрителю нечего делать. Соответственно, он начинает скучать. Если зритель начинает скучать, он подумывает о том, чтобы уйти с мероприятия. Почему? Потому что он вспоминает о том, что ему хочется кушать, что у него устали ножки, спинка и так далее. Но если он видит перед собой интересный прилавок, он около него зависает и проводит свое время около этого прилавка. Соответственно, если началось что-то интересное, он такой уже отдохнулся и идет дальше смотреть, что-то интересное. Кроме того, да, вот забыл сказать, что отсутствие общепита еще недостаток. Но, возможно, это скорее... Снаружи хот-доги продают. Да? То есть это скорее проблема, связанная с площадкой, экспофорумом. Я думаю, что здесь организовать продажу еды не так просто. Здесь есть какая-то своя продажа, но она, мягко говоря, недостаточна. Тем более, вот внутри фестиваля продажи еды и напитков нет вообще. Это вот там снаружи надо выйти. По организации, в общем-то, все. Больше каких-то замечаний нет. Всем рекомендую рекон. Приходите, приезжайте. Фестиваль вернулся после длительного ковидного перерыва. И будем участвовать. Вот, давай... Ну, немножко пообщаться с вопросом, показать товар. Новый продавец секира. Добрый день. Польсы, серьги, анчели. Подскажи вы к нам, другому. Здравствуйте. У вас есть цена? Две тысячи. Да, это Шевченко, Женька. Нет, это Йо, Йо, Йо. Это Йо, Йо. Катя, участница нашего клуба, дружина Илья. Катя, ты сегодня работала на нашей площадке, смотрела фестиваль, твои впечатления о фестивале. Что понравилось, что не понравилось? Нравится все, не понравится невозможно, потому что здесь много чего интересного. Мне понравилось, что у нас на площадке ребята делали себе мешочки с кожей, с кожаными веревочками, и забирали на память. Надеюсь, что они к нам еще вернутся. У нас кожа закончилась так быстро, что мы даже не успели заснять этот замечательный мастер-класс. Очень здорово, что наконец-то впервые есть такое место, где могут объединиться разные эпохи и посмотреть друг на друга. Египтяне на военных, военные, советские на немцев, немцы на индейцев, индейцев. Советские с немцами и так все время на одни кристалликах искаются. Ну, индейцы на викингов, викинги на египтяна. Молодец, Сантаз. Белое старше Бородов холкоцерпен, бам. Белое старше Бородов холкоцерпен, бам. Сгибай! Ноги! Ноги! А-а-а! Так, ну, наша команда, к сожалению, главная интрига вечера, да, как выступила наша команда, наша команда, к сожалению, выбыла в первом туре, да, сыграли 2-1 с оппонентами, с клубом Церберт, клуб очень сильный, команда очень сильная, вот, Жень, скажи пару слов, почему не выиграли, чего не хватило? Нет никаких оправданий, не хватило работы часов, не хватило небольшой слаженности, потому что, к сожалению, мы не являемся клубом целиком, да, и... Команда сборная. Сборная абсолютно команда, здесь клубы, они все, вот, ребята сыгранные, поэтому, ну, к сожалению, как-то так, нет оправданий никаких абсолютно. Ну, решение, я вижу, какое, набор больше новичков, больше новичков на тренировке, и на тренировках работать на тройке, на пятерке, собирать свою целиковую тройку, свою целиковую пятерку, если совместно с Невом, потому что мы вместе тренируемся, то это вполне возможно, но важна регулярность именно командной тренировки, нужно именно больше боевых новичков. Я, более того, уверен, на Булинном берегу, на Булинном берегу, возможно, будет полноценная пятерка, очень бы хотелось бы, и мы на ББ выступим пятеркой. Будем над этим работать? Да, это будет. Надо проводить собрание тренировочков, приманивать тренировочков, собрание тренировочков, сразу его забивать на тренировочках. Да, врач, вопад. Ну, в хорошем случае, спасибо, что вы выступили, не просто потусовались, да, в меня, в начале, и на турнире, собрали тройку, и защитили от стояли через клуба. Да, я думаю, что не посрамили. С него, да, Антон убежал уже куда-то. Хорошо. В общем, будем работать, будем побеждать. А, вот Антон. Давайте совместную команду. Мы нашли единственного реконструктора на этом фестивале, занимающегося Второй мировой войной, но он делает не Красную армию, не немцев. Как-то распространено. А, американскую армию, это большая редкость. Вот. Представься, пожалуйста. Как называется твой клуб? Меня зовут Михаил, я одиночник. Я не уступаю ни от такого клуба. Расскажи кратко о своем комплекте. То есть на какое-то подразделение, какой год, как модель твоего оружия называется. Мой комплект представляет собой униформу М43, которая начала использоваться после высадки в Нормандии. То есть начиная с операции Market Garden, то есть высадки в Нидерландах. Представил свою куртку М43. Штаны М43, они должны быть десантными. Вот здесь вот должны быть карманы, но они расшираются в дивизионных мастерских. Следственно, прыжковые ботинки. Ботинки оригинальные? Ботинки оригинальные 95-го года. Конечно, не вторая мировая, но как бы тоже антуражненькая. На мне, на правом суспендере, располагается индивидуальный перевязывательный пакет. Я сейчас ношу каску М1. Это оригинал на 45-й год. Она прям присоединила в 40-й? Да. То есть она состоит из двух частей. Из подшлемника. И стальной сферы. Они как бы вдеваются друг в друга. Эта модель, насколько она была распространена во время Второй мировой? Это автоматическая винтовка Браунинга. Образца... Сейчас, секунду. 18-го года. Она была принята на вооружение в последние месяцы Первой мировой войны. Она во Францию прибыла уже в июле 18-го года. А либо... Патрон винтовочный, правильно? Патрон винтовочный, да. 30-06, 7-62 на 0-63. Если мне память не изменяет. Этот пулемет широко использовался по большей части в Промировой войне, в Корее и немножко в Вьетнаме. Его использовали. Я реконструирую 505-й полк 82-й воздушно-десантной дивизии. Конкретно у моего подразделения, десантников, у них не было вот такого вот прекрасного аппарата. Они довольствовались им 19-19, которые на треноги, которые... на треноги, которые... на треноги, которые с десантом. Под расчетом их двух человек. То есть, двух человек, который носил ствол, а который треногал. Иногда десантники обменивались с другими подразделениями, у которых был бар. То есть, они обменивались вот 19-19 на вот такую вот штуку, где мы прыгали вместе с тюрьмом. Я сейчас одет на период высадки в Нидерландах, то есть, операцию Мартиккарда. Это 44-й год. 44-й год, да, обменивается. И вплоть до 45-го. То есть, сетка у меня на 45-й год. Так, нам удалось встретиться с главным организатором фестиваля рекон, Олегом Юковичем. Олег, каковы твои впечатления о фестивале? Здравствуйте, да? Привет. Каковы твои впечатления о фестивале? Все ли удалось? Ну, да, все удалось. Сегодня фестиваль взлетел. Было непросто. Был достаточно длительный перерыв. Два года. И, на самом деле, очень отрадно, что участники соскучились, зрители. Сейчас мы собираем очень большой фидбэк. Приехало огромное количество участников. У нас более полутора тысяч сейчас ребят съехалось. Именно реконструкторов? Реконструкторов и спортсменов. То есть, у нас все-таки объединенное. Мы показываем всю ретереспективу военно-историческую сообществу. Испонимаем именно его так. Полторы тысячи, это серьезно? Ну, там более. Мы потом в скором времени выложим информацию уже официальную. Но очень широкая география. От Владивостока до Калининграда. Фактически все федеральные округа задействованы. То есть, что для нас достаточно хороший показатель. Очень много военно-исторических клубов. Выставка прям полнится. И несмотря на то, что был мне до заезд, как бы все равно людей очень много. Все яркие, кайфовые, интересные. Вот. Очень интересно общаться. Я сам с удовольствием прошелся. Позаходил в шатры. И бывают там такие шатры, как особенно Кукури, блин, там, что организаторов таких нет. Прям очень достойно ребят отдыхают. Что, освободить не хочется, да? Да. Слушай, отлично. Я рад, что Рекон вернулся после большого ковидного перерыва, да? Именно как открытое мероприятие с гостями, с большим количеством участников, да? Без ограничений. И главный вопрос. В 25-м году Рекон будет? Да. Мы планируем это мероприятие. Это очень хорошая традиция. И сейчас все больше и больше, скажем так, людей, в том числе из разных, скажем, сообществ, обращает на него внимание. Потому что, воистину, такие мероприятия являются драйверами. И очень важно то, что как раз-таки этот фестиваль происходит именно в межсезонье. То есть, когда есть возможность участникам встретиться. Да. Отметили как раз, что именно фишка фестиваля Рекон, это то, что он проходит в межсезонье. То, что в основном фестивали реконструкторов проходят летом, на природе, да? Это в помещении и в межсезонье. Это возможность пообщаться в межсезонье. И возможность пообщаться с людьми, занимающимися другими направлениями, другими эпохами. И не только реконструкциями, но и различными видами боевых взаимодействий. Товарищи. И Хема, и ИСБ, да? И античности, и индейцы. Все вместе. Вот. Что ж, спасибо за фестиваль. Будем приезжать. Пожалуйста. Приглашайте. Вот. И желаю всего хорошего, удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.